Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Это программа «100 вопросов» и сегодня с нами экс-заместитель губернатора Ульяновской области, главный врач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь. Павел Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Готовы? Да, конечно. Павел Сергеевич, вы уже второй раз даете первое видеоинтервью после своего назначения порталу улправда.ру. Это очень приятно. Спасибо за доверие. Скажите, вы готовы были к тем кадровым перестановкам, которые произошли на прошлой неделе? Они были прогнозируемы? Я могу сказать, что в любом случае такие перестановки проводятся губернатором. И те решения, которые принимает губернатор, для нас являются незыбудными. Если сегодня необходимо работать на благо ульянского здравоохранения, то, несомненно, эта задача будет успешно решаться. Поставлены амбициозные задачи, цели, которые направлены на одно для того, чтобы улучшить качество здравоохранения, сделать его более удобным, доступным для жителей Ульяновской области. Вы занимались отраслью медиа в должности заместителя губернатора на протяжении пяти месяцев. До вас этой же отраслью занимался Александр Чепухин пять месяцев. Скажите, что за переломный момент наступает по истечении пяти месяцев работы руководителем медиа? На самом деле, я считаю, что это просто совпадение, с учетом того, что и Александр Викторович к этому решению пришел через пять месяцев. Здесь медицинская общественность, сообщество обратилось к губернатору для того, чтобы перевести меня на другой фронт работы, который на сегодняшний день был не занят. И сегодня еще раз хочу подчеркнуть, большие амбициозные задачи, то есть не только в целом работа такого большого гигантского корабля, как Ульяновская областная клиническая больница, но и вообще в целом новые подходы к формированию политики здравоохранения, именно в областной политике здравоохранения, взаимодействия с гражданским обществом, с пациентским сообществом. Это большая работа, которую необходимо делать совместно с Министерством здравоохранения. Поэтому я не считаю, что какие-то вот такие вихи в пять месяцев являются отправной точкой к принятию решения. Могу сказать, за эти пять месяцев получил колоссальный опыт, интересный опыт, жизненный опыт, который будет помогать, я думаю, мне работать впоследствии на тех должностях, в тех местах, где мне придется трудиться. Что вы можете назвать своим достижением по итогам работы в информполитике? Могу сказать, на протяжении всего времени мы достаточно активно позиционировали губернатора и в социальных сетях, и в масс-медиа. Это отражено и в тех медиарейтингах, медиаиндексах, которые сегодня мониторятся различными медиаагентствами. На мой взгляд, что мы с командой, которая работала, успешно справлялись с этой задачей, и то, что Наталья Мартынова сегодня пришла на эту работу и будет продолжать эту работу, это, несомненно, только позитив с точки зрения того, что это настоящий профессионал, который уже не первый год работает в медиа-сфере, видит основные направления, на которые необходимо обращать внимание, которые сегодня востребованы и медиа-сообществом, и общественностью, и жителями Ульяновской области. Поэтому я считаю, что Наталья активно примет эту эстафету, как бы сказать, и от Александра Викторовича, и от меня, и продолжит наполнять медиа-пространство теми основными новостными событиями региона, которые происходят. Потому что, на самом деле, огромное количество событий, огромное количество ресурсов, которые сегодня вкладываются в Ульяновскую область, об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать жителям региона, чтобы они знали, как расходуется сегодня бюджет, куда направляются ресурсы, и что меняется вообще в жизни региона, конкретно для каждого человека. А какие проблемы вы прочувствовали особенно остро? На что следует обратить внимание новому руководителю? Особенно остро хочется пожелать обратить внимание на обратную связь и выстраиваемые отношения вообще в целом с так называемым и оппозиционным сообществом, потому что задаются непростые, нелегкие вопросы, но на любую критику мы должны адекватно реагировать. В том числе мы начали очень хорошее направление, которое, я считаю, обязательно будет продолжено той командой, которая сегодня будет работать в медиаблоке. Это официальное обращение, реагирование на особенно те события, те сведения, которые не соответствуют действительности. Нужно честно говорить об этом людям, о том, как обстоит ситуация на самом деле. И если и в действиях власти, и в действиях подвижностной сети есть какая-то проблема, об этом тоже нужно говорить честно. По крайней мере, есть понимание, есть пути решения этих проблем. Об этом нужно более доступно рассказывать людям. Главное, чтобы люди услышали. Потому что мы видим зачастую, что любая неправда, которая генерируется в последнее время достаточно часто, воспринимается как объективная реальность. И это то, на чем предстоит в целом трудиться сегодня такой большой команде медиаблока. Павел Сергеевич, в своем недавнем интервью заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова назвала журналистское сообщество региона очень специфическим, специфичным. Какую оценку вы можете дать журналистскому сообществу? Могу сказать, что журналистское сообщество очень живое. И главная, наверное, сегодня задача любого чиновника, который приходит на работу, просто быть открытым, быть честным и налаживать коммуникации с сообществом. Потому что сегодня для, в первую очередь, сообщества важно, чтобы любой государственный служащий оперативно мог ответить на поставленные вопросы, оперативно мог прокомментировать ситуацию. От этого, на самом деле, зависит и качество подачи той информации, которая сегодня присутствует в медиаполе. Поэтому здесь я бы хотел посоветовать всем своим коллегам, с кем я работал, кто будет работать в команде Сергея Ивановича, о том, что максимально открыто и оперативно нужно реагировать на те вопросы, которые задают сегодня средства массовой информации. Губернатор сам всегда предельно открыт, всегда предельно ясно и четко отвечает на все поставленные вопросы. Я считаю, что следует примеру главы региона и соответствовать медиапространству в том же ключе. Вы пришли на должность заместителя губернатора с должности министра здравоохранения. Сейчас, оставляя кресло заместителя губернатора, снова уходите в здравоохранение, но не на должность министра, а главврачом. Вас устраивает этот пасьянс? Я бы не назвал это пасьянсом, потому что здесь, если говорить, во-первых, читал в средствах массовой информации о том, что элементы дауншифтинга и так далее, абсолютно это не так. Это очень беспокойная работа, я это отлично понимаю, не менее беспокойная, чем те предыдущие места работы, на которых мне приходилось работать. Здесь главная отличительная черта, которую я уже в первые дни увидел, о том, что это живая работа с людьми, с коллективом, все-таки работа в министерстве, работа в администрации губернатора, это все-таки больше управленческая работа с высшим управленчатым звеном, с более ограниченным количеством людей приходится общаться. Здесь же все-таки живой коллектив, более двух тысяч человек, больница с более чем тысячей коечным составом, понятно, что каждый день приходится решать конкретные проблемы, живые проблемы, проблемы живых людей, поэтому, если говорить, устраивает ли, да, мы говорили об этом и с губернатором, и с министром, я осознанно сделал этот выбор, потому что каждый имеет сделать свой выбор, имеет право, в том числе, отказаться. Я согласился на предложенный фронт работы, потому что вижу в этом перспективу, вижу в этом, в том числе, и определенную ступень развития для себя, с учетом того, что в практическом здравоохранении я не работал давно, и сегодня открываю несколько с другой стороны. Работа интересная, могу сказать, что уже в первые дни достаточно многое для себя открыло нового. Как складываются ваши отношения с нынешним министром здравоохранения Рашидом Абдуловым? Во-первых, я хочу сказать, что это мой руководитель, то, что говорит руководитель, то, что позиционирует руководитель, в первую очередь, задача подчиненных слушать и исполнять те политические задачи, которые ставит перед нами руководство. Но, в целом, могу сказать, с Рашидом Акрамовичем всегда складываются хорошие человеческие отношения. Надеюсь, что они сохранятся, по крайней мере, ничто этому не мешает. Но, еще раз говорю, на сегодняшний день, в первую очередь, смотрю на эти взаимоотношения, как его подчиненные, в соответствии с тем, что он сегодня возглавляет отрасль и ставит задачи, которые необходимо стратегически решать. Что изменилось в отрасли здравоохранения, пока вы занимались информационной политикой? Пока трудно сказать. Я вообще могу сказать, что достаточно короткий период времени, 5 месяцев, говорить о каких-то глобальных изменениях не приходится. Я четко вижу, что Рашид Акрамович выполняет те задачи, которые сегодня стоят в целом перед отраслью, о которых постоянно говорит губернатор, о котором говорит федеральный министр здравоохранения. Это, в первую очередь, решение демографических задач, которые, в том числе, мне как руководителю здесь предстоит решать, с учетом того, что в нашем составе есть и родильное подразделение большое, и то, что основные сегодня причины смертности, такие как сердечно-сосудистые заболевания, тоже сосредоточены здесь, в региональном сосудистом центре. Могу сказать, что основная задача, и буквально на днях Рашид Акрамович подписал распоряжение, которое говорит о том, что это является приоритетом для министра, это повышение доброжелательности и комфорта со стороны всех лечебных учреждений. В частности, объявлен на сегодняшний день такой конкурс между всеми лечебными учреждениями, это учреждение доброжелательное к пациенту с хорошим фондом финансовым. Могу сказать, что по крайней мере на сегодняшний день потенциально одно учреждение в городе Ульяновске и одно учреждение на селе смогут получить, выиграв этот конкурс, по миллиону рублей на благоустройство своего учреждения. Мы обязательно будем принимать участие в этом конкурсе, уже направили необходимые документы, заявились для участия. Поэтому видно, что сегодня в целом отрасль движется в правильном направлении и со своей стороны буду помогать решать ту задачу, которую ставят перед нами губернатор и министр. Павел Сергеевич, расскажите о проекте уникального медицинского центра или, как сказал министр, медгородка. Знаете, вообще об этом проекте мы достаточно давно говорили с губернатором, с учетом того, что сегодня на здравоохранение направляются огромные ресурсы. Это и финансовые, и человеческие, и политические в том числе. Но нужно сказать одно. Сегодня обычный пациент не совсем доволен тем, что происходит в отрасли. Не всех устраивает, и наша задача сегодня искать новые инструменты, новые механизмы, как сегодня сделать поликлинику и доброжелательнее, и удобнее для пациента. И мы здесь говорим не только о поликлиниках, а в том числе и о стационарном звене. К сожалению, существует проблема переполненности стационаров, и эту проблему предстоит решать. Существует проблема, насколько эффективно используются сегодня ресурсы. Но вот если мы посмотрим с вами вокруг того здания, где мы с вами сегодня находимся, то только здесь огромное количество зданий и сооружений, и онкодиспансеры, станции переливания крови, областной клинической больницы, областного противотуберкулезного диспансера. Чтобы эти здания эффективно и содержать, и эффективно ими управлять, несомненно, было бы лучше объединить все это в такую единую дирекцию, которая позволит высвободить и дополнительные человеческие ресурсы, и дополнительные финансовые ресурсы для решения этих конкретных проблем. Поэтому, если говорить о центре, который планируют создать, то на сегодняшний день поставлена задача создать рабочую группу, в которую войдут эксперты, представители медицинского сообщества, ученые, общественность. И нам совместно с юридическим сообществом, экономическим сообществом предстоит найти вот эти новые инструменты, которые позволят нам более эффективно работать. Такой опыт есть. На сегодняшний день определенная модель функционирует в городе Тюмени. Мы выезжали туда, смотрели, как это работает. Кроме того, есть опыт работы зарубежных клиник, где сегодня такие большие объединения уже имеют место быть. Это и Израиль, и Германия, и Испания. Я говорю о тех странах, которые приходилось посещать, изучая опыт работы практического здравоохранения. Могу сказать, что это нормально, это удобно и эффективно, в том числе и для использования медицинского оборудования для пациентов. Потому что, когда мы говорим, допустим, вышел из строя какой-то прибор, или прибор работает с перегрузкой, а рядом в лечебном учреждении есть аналогичный, который также можно использовать. Сегодняшняя система финансирования, система обязательного медицинского страхования, и в целом законодательстве, когда мы говорим о системе разрозненных учреждений, во многом не позволяет этого делать, либо требует дополнительных трудозатрат. То есть это объявление конкурсных процедур и так далее. Такое подобное объединение, взаимовыгодное в центрах, позволит нам многие эти проблемы решить. Поэтому нам предстоит над этим работать. Но хочу сразу отметить, чтобы у всех было четкое понимание, есть еще и законодательство Ульяновской области, есть закон Ульяновской области, который регламентирует вообще любые преобразования в социальной сфере и говорит о том, что любые преобразования производятся на основании сначала общественных обсуждений, общественных слушаний. Поэтому мы обязательно пригласим всех желающих принять участие в этом процессе, поспорим, поговорим. В споре рождается истина. И я уверен, что мы найдем решение, как работать эффективнее и быть более полезными людям. В какие сроки планируется реализация проекта? Мы планируем, что в течение этого года и половины следующего года мы подготовим концептуальное решение, подготовим необходимую нормативную базу для этого, начнем общественное обсуждение. И в разных форматах предварительная дорожная карта, которая сегодня у нас есть, поэтапная, говорит о том, что начиная с 2018 года мы можем приступить уже к части реализации этого проекта, к части объединения определенных служб. Завершить этот проект мы планируем в горизонте 2021-2022 года. Это не простой проект, сложный, еще раз подчеркиваю, но нужный сегодня как региону, так и в целом здравоохранению Российской Федерации, потому что подобных проектов на сегодняшний день практически нет. И принимая решение, в том числе о моем назначении, губернатор сразу проговаривал о том, что в ближайшее время будет просить встречи с федеральным министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой, для того, чтобы получиться в том числе и федеральной поддержкой в формате вот такого пилотного проекта, который будет реализован впервые в нашей области. Здорово. Павел Сергеевич, меньше месяца назад в Ульяновске прошел форум, посвященный борьбе с коррупцией в медицине. До сих пор население считает здравоохранение одной из самых коррупциогенных отраслей. Как Вы считаете, насколько это мнение обоснованно и как Вы планируете бороться с коррупцией в Вашем медучреждении? Знаете, здесь этот вопрос нужно разделить на несколько этапов. Во-первых, что такое коррупция в понимании человека, потому что когда мы проводили подобные исследования, интервьюировали граждан о том, что же это такое, часто в том числе за элементы коррупции выдается обращение за медицинской помощью, оплату через кассу при получении платных медицинских услуг. Они на сегодняшний день присутствуют в медицинской практике, особенно это касается, когда пациент самостоятельно принимает решение, назначая себе то или иное обследование. Если оплата идет не в кассу? Если оплата идет не в кассу, это уже предмет контроля со стороны администрации лечебных учреждений, в том числе это предмет уже взаимодействия, разговора с правоохранительными органами, потому что на самом деле подобные факты допускать нельзя. И если они есть, об этом граждане должны говорить. Буквально недавно столкнулся с ситуацией, когда негативно отзывались о человеке, говоря, что он коррупционер, взяточник. Собственно, когда предложили обнародовать эту информацию, человек ретировался и сказал о том, что нет, подобной информации не имеет. Это говорит о том, что либо покрывает данного человека, либо эти факты не соответствуют действительности. Но здесь я считаю, что большую роль должны нести формы взаимодействия с гражданским обществом с точки зрения того, что сегодня гражданское общество в целом должно определять и тот вектор, как нам сегодня победить коррупцию. Потому что если об этом говорят, значит это и есть. И сегодня эти инструменты мы должны искать совместно. Мы увидели уже, что, допустим, такой институт, как общественный палат, который сегодня работает в Ульяновской области, дает результаты. Потому что люди услышали, что куда можно обращаться, как можно обращаться и как эти проблемы решаются. И как они публично обсуждаются. Но только за последнее время, если оторваться от сферы здравоохранения, были вопросы при принятии бюджета, допустим, по спорту. Были вопросы при принятии бюджета по IT-технологиям. Все это доступно, открыто было обсуждено на площадке общественной палаты. У нас есть очень хороший институт, который сегодня работает в здравоохранении. Это медицинская палата, которая тоже сегодня открыто готова обсуждать все эти вопросы, которые интересуют как врачей, так и пациентов. Так и власть, которая сегодня активно взаимодействует с гражданским обществом. Поэтому я считаю, что основной элемент борьбы с коррупцией должен заключаться, первое, в информировании тех ответственных лиц, которые могут на это повлиять. Второе, в выявлении действительности этих фактов. И, соответственно, разделить на две составляющие с точки зрения профилактики, когда людям мы должны доводить эту информацию и говорить о возможных последствиях. И второе, несомненно, это и наказание, в том числе, должно быть за это. Люди должны видеть, что если человек виноват, он за это понес наказание. Это тоже инструмент, который позволяет решать эту проблему. Павел Сергеевич, вы врач, психиатр, нарколог, многое знаете о зависимостях. Вы употребляете алкоголь? Вы знаете, в России есть такое традиционное употребление алкоголя. Поэтому, говоря о употреблении алкоголя, да, на праздники, в праздничные дни, в компании друзей, я позволяю себе немного выпить. Обычно это легкое сухое вино, например. Павел Сергеевич, как людям чувствовать свою норму и уметь вовремя остановиться? Знаете, это одна из проблем, которая сегодня беспокоит вообще в целом многих жителей Российской Федерации. С учетом того, что основное заболевание, хронический алкоголизм, к сожалению, воспринимается людьми не всегда адекватно. И не всегда об этом говорят и доктора. Когда у человека возникает зависимость, и человек уже не может себя контролировать, употребляя спиртное, естественно, воспринимая критику от родных и от близких, как правильно это приводит к дефорическим настроениям, к вспышкам с точки зрения, что я не алкоголик, у меня этой проблемы нет. Вот здесь важно просто вовремя человека направить к специалисту, либо к психологу, либо к врачу-психиатру-наркологу, либо к психотерапевту, в зависимости от того, на какой уровень вышел регистр этой проблемы. И рассказать человеку о заболевании, показать ему, почему это заболевание у него сформировано, как решить эти проблемы. А вы считаете, что излечиться от алкогольной зависимости возможно или это просто отсрочность? Если говорить о зависимостях, особенно о таких, как химические виды зависимости, алкоголь, наркомания, табака, курение, то здесь всегда сравнивается с таким фактом, как есть два вида заболеваний. Острые и хронические. Острые заболевания, когда, допустим, человек заболел простудой, у него появился насморк, ренит. Прошла неделя, две заболевания полностью прошло, человек полностью восстановился. Если мы говорим о хронических заболеваниях, к которым относятся как и алкоголизм, так и наркомания, то здесь мы не можем говорить о критерии излечимости в таком же контексте. То есть человек, имеющий диагноз хронический алкоголизм, никогда не сможет уже употреблять алкоголь умеренно. То есть излечение невозможно. Не сможет вернуться к варианту нормы. Поэтому, говоря об излечении, мы говорим о формате ремиссии. То есть о формате отказа. А ремиссия может быть длиной во всю жизнь. Это основная задача, которую ставит любой врач-профессионал, общаясь с подобного рода пациентами. Интересно. Павел Сергеевич, вы планируете вести прием пациентов? Задумаемся над этим. Как врач-психиатр-нарколог, возможно. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Пока, честно скажу, мне не до этого. Потому что достаточно большое количество организационных вопросов, которые предстоит вникнуть, предстоит их решать, общаться с коллективом, с пациентским сообществом. Поэтому, возможно, в перспективе, да, отвечу так. Часто ли вы сами обращаетесь к врачам по состоянию здоровья? Вы знаете, стараюсь обращаться регулярно с точки зрения того, что лучшая форма обращения к врачу – это профилактика. И здесь нужно понимать, что мы должны регулярно посещать таких врачей, как стоматологи, регулярно посещать таких врачей, как терапевты. И неспроста диспансеризация была введена в обязательную программу медицинского страхования. Сначала как в виде национального проекта. Сейчас уже каждый гражданин Российской Федерации раз в три года имеет право полностью пройти диспансерный осмотр бесплатно. По месту жительства углубленный диспансерный осмотр и раз в год посетить профилактические врача-терапевты, врача общей практики, для того, чтобы получить необходимые рекомендации. Проблема заключается в другом, что не всегда, к сожалению, наши пациенты принимают те рекомендации, которые даются врачам. И, по сути, вызывают прогресс тех или иных рисков, которые есть у человека, либо уже имеющихся заболевания, которыми человек болеет. Вы сделали прививку от гриппа? Честно, в этом году не сделал, потому что в эпидсезон были определенные противопоказания, определенные катаральные явления. Сейчас уже не вижу смысла в этом, потому что эпидсезон уже близк. И, собственно, делать это нужно было раньше. А детей привили? Привил, но тоже не всех, с учетом того, что тоже были определенные противопоказания. Но вообще стараюсь и сам прививаться, и всю свою семью также прививать. У вас четверо детей. Сколько лет самому старшему и младшему ребенку? Старшему ребенку на сегодняшний день 13 лет, соответственно, младшему ребенку год. Кто их лечит? Профильные специалисты или папа-врач? Знаете, в этом году столкнулась с ситуацией, когда у меня заболел ребенок, причем поехала она к родителям в Пензу, к бабушке и к дедушке. И, общаясь со своими родителями по телефону, обсуждая то лечение, которое они назначают, к слову, они оба педиатра по образованию, по-первых, категорически настояла на том, что показали профильным специалистам. Потому что, во-первых, лечить должен независимый врач, который не обременен родственными связями и так далее. Во-вторых, все-таки практикующий врач – это практикующий врач. И квалификация врача год от года растет. Квалификация врача, практикующего врача подкрепляется новыми знаниями, которые он получает, общаясь со своими коллегами, общаясь на конференциях, читая научную литературу. Поэтому на тот момент это позволило нам выявить реальный диагноз, который был у моей дочери, и в свое время начать лечение. Поэтому также и моих детей лечат профильные специалисты, к которым мы обращаемся в поликлинику по месту жительства. Вы родились в Пензе. У вас были мысли уехать из Ульяновской области? Были мысли уехать из Ульяновской области когда? В принципе. Насколько сильна тоска по родному краю? Знаете, я живу в Ульяновской области уже более пяти лет. Мыслей уехать каких-либо у меня на сегодняшний день не возникало, с учетом того, что для меня Ульяновская область стала своего рода родиной. У меня здесь родилась моя супруга, у меня здесь родилось двое моих сыновей. Поэтому меня устраивает та обстановка, та атмосфера, которая сегодня есть в области. Мне абсолютно комфортно здесь жить, в моей семье удобно здесь жить с точки зрения инфраструктуры. Поэтому таких планов о переездах пока не возникало. Как вы считаете, Павел Сергеевич, почему молодежь покидает наш край? Знаете, молодежь всегда ищет что-то новое, всегда ищет что-то лучшее. И не всегда эти ожидания совпадают с тем, что есть на самом деле. Знаете, если мы сейчас поговорим с родственниками тех, кто уехал в столицу, в Санкт-Петербург, всегда сарафанное радио дает такую информацию, особенно, что этот работает, получает такую-то сумму, которая кратно больше, чем, допустим, средняя зарплата в Ульяновской области. Не всегда, во-первых, это соответствует действительности. С другой стороны, нужно понимать, что приезжая в мегаполисы, там совершенно другой уровень расходов, совершенно другой уровень качества жизни с точки зрения, что на это требуется действительно дополнительный ресурс. А как остановить этот миграционный поток? Знаете, в первую очередь, молодежи нужно показывать, что происходит у нас в регионе. Потому что буквально год-два назад мы активно общались с жителями районов, рассказывали им вообще, что происходит и в здравоохранении, и вообще в целом в развитии региона, как развивается промышленность сегодня региональная. Знаете, жители региона, которые, допустим, проживают в Радищево, в Павловском районе, не видели той промышленной зоны региональной, которая сегодня у нас есть, те предприятия новые, современные, которые сегодня функционируют. И часто их ставят в заблуждение определенные граждане, говоря о том, что этого ничего нет. Либо там, если это есть, там работают какие-то мифические люди, которые приехали откуда-то далеко из-за пределов Ульяновской области. На самом деле это не так. Буквально недавно губернатор посещал данную площадку, общался с молодыми ребятами, у которых горят глаза, которые хотят жить. Это ребята уже такого нового формата, молодые специалисты, молодые ученые, которые действительно являются сегодня патриотами региона. Могу сказать, что есть примеры, когда такие вот сильные, перспективные, молодые ребята приезжают к нам и работают на той же промышленной зоне, на тех же площадках наноцентра, которые сегодня у нас есть. И могу сказать, их привлекает в первую очередь то, что здесь происходит реальное изменение, есть реальный рост экономики, есть понимание государственной власти в поддержке данных процессов. Поэтому я уверен, что такой вот формат мышленного туризма, формат ранней профориентации, который сегодня выбран в качестве приоритета, позволит нам решать этот вопрос. В том числе вот такие уникальные площадки, как Акванториум, который сегодня реализуется в Министерстве образования, позволит ребятам по-другому посмотреть на то, что происходит вокруг. Понятно, что хочется чего-то нового, хочется чего-то лучшего, но еще раз хочу вернуться к тому, что хорошо там, где нас нет. Нужно посмотреть вокруг и посмотреть, где можно быть и полезным, и при этом хорошо себя комфортно чувствовать, проживая в нашем регионе. Павел Сергеевич, вы сейчас не госслужащий. Свобода от каких ограничений вас особенно радует, если радует? Знаете, никогда не чувствовал такое бремя ограничений, потому что на самом деле это нормальное требование, которое предъявляется государственным гражданским служащим. Это и декларирование доходов, это ограничения, связанные с тем, что есть ограничения по выезду за пределы Российской Федерации. Это нормальное ограничение, и многие подобные ограничения присутствуют и в работе руководителей крупных учреждений бюджетной сферы, поэтому так особо много чего не изменилось. И, по крайней мере, какого-то существенного изменения и снятия времени я не почувствовал. Вы очень активны в соцсетях. Этого требовала работа заместителя губернатора по информчасти, или вы будете продолжать сохранять эту активность в аккаунтах? Я бы сказал, что когда я перешел на работу в качестве заместителя губернатора, я, наоборот, снизил несколько активность работы в сетях, потому что задача у меня несколько другая стояла, и это нормально. Ну, способы коммуникации, они абсолютно разные, и не использовать их для профессионального позиционирования, каких-либо позиционирования решения проблемных полей просто было бы неправильно. Но планируете ли вы сейчас профессиональное позиционирование в соцсетях? Конечно, абсолютно планирую, что я продолжу работу и с соцсетями, и если это будет интересно, средства массовой информации, мы тоже всегда открыты и готовы любую информацию, также о работе лечебного учреждения, доносить открыто до каждого человека. Вы врач, поставщик здоровья, апологет здорового образа жизни. Скажите, как ЗОЖ представлен в вашей реальности? Знаете, хотелось бы, чтобы, и я уверен, что в ближайшее время в моей реальности здорового образа будет жизни больше, с учетом того, что работали на предыдущей работе, в первую очередь, есть проблема свободного времени. Надеюсь, что здесь его будет чуть побольше. Ну, вообще, такой практический совет всем жителям Ульяновской области, начинать нужно с малого, не нужно гнаться за какими-то высокими достижениями, нужно начинать просто с физкультуры дома, элементарно отжавшись от пола 20, 30, 40 раз, присев порядка 30-40 раз, вы уже, во-первых, пробуждаете свой организм, во-вторых, вы поддерживаете его в нормальной физической форме. Знаете, в любом случае, профессиональные спортсмены и профессиональный спорт – это в определенной форме тоже и урон здоровью человека, потому что спорт высоких достижений – это работа на грани. А если говорить о здоровом образе жизни, это просто ежедневное поддержание своего организма в нормальном состоянии. Это режим питания. Могу сказать, если по режиму питания стараюсь его соблюдать и ограничивать, употреблять больше пищи растительную, употреблять меньше жирной пищи, и, соответственно, и по объему употребления также стараюсь ограничивать с учетом того, что это позволяет организму нормально функционироваться. Ну что ж, давайте на этой позитивной ноте поставим точку в нашем диалоге или многоточие. Спасибо вам огромное, Павел Сергеевич, за ваши интересные ответы. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на ulpravda.ru Субтитры создавал DimaTorzok